Новые изменения в закон о садоводстве и огородничестве. Итак, вводятся изменения в проведении общих собраний. Вопросы о взносах членов товарищества переводы земель в населенный пункт. Вопросы об имуществе общего пользования. Новый законопроект. Ссылку видите на экране. О внесении изменений в федеральный закон о введении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Сегодня рассмотрим изменения, которые Росрегистр предлагает внести в закон. Итак, общее собрание. Первое. Вопросы, которые принимаются только общим собранием. А также сами его решения теперь будут утверждать заочным голосованием в течение 3 дней с даты начала голосования. Второе. Уведомление о проведении общего собрания будет происходить посредством электронной почты, смс, сообщения или размещаться на сайте товарищества. Третье. Электронное голосование будет возможным только при условии идентификации участников голосования. Третье. Голосование с адреса электронной почты или с номера телефона, содержащегося в реестре членов товарищества. Уведомление участника голосования о получении его решения. Четвертое. Принятие в члены товарищества будет теперь осуществляться не общим собранием, а правлением товарищества. Пятое. Общим собранием будет возможно принять решение о передаче недвижимого имущества о общего пользования в собственность ресурсоснабжающих организаций. Шесть. Если в товариществе состоит не более 60 человек, то полномочия правления товариществом сможет исполнять председатель. Взносы членов товарищества. Итак, в уставе товарищества должны быть определены правила расчета размера взносов в виде формулы с учетом характеристик объектов недвижимости, площади участка, размера доли в общем имуществе и т.д. Следующее. Перевод в населенный пункт. Условия, при которых территория садоводства или огородничного может быть включена в границы населенного пункта или может быть образован новый населенный пункт, устанавливаются субъектами Российской Федерации. Следующее. Имущество общего пользования. Недвижимое имущество общего пользования по решению общего собрания может быть передано безвозмездно в общую долевую собственность собственникам земельных участков, пропорционально той площади этих участков или в собственность ресурсоснабжающих организаций. Если было видео полезно, давай поставим лайк, это поможет продвижению каналу и нажми красную кнопочку, чтобы подписаться на меня. Субтитры подогнал «Симон»!